This conference will now be recorded. Я буду рассказывать о себе. Напишите, пожалуйста, в чате, кто знаком с метапрограммами, кто знает, что такое метапрограмма. Поставьте плюс. Если не знаете, поставьте минус в чате, чтобы я видела уровень подготовки нашего нашей аудитории. И если, ну так, встречали, где-то что-то читали, но не очень понятно, знак вопроса. Итак, плюс, минус или знак вопроса. Вот я вижу уже ответы сейчас. Сейчас я посмотрю на вопрос о нашем центре. Нашему центру в этом году уже 29 лет исполняется. У нас более миллиона выпускников и более 250 преподавателей. Одним из них являюсь я. Зовут меня Ольга Бетлашева. У меня опыт работы в преподавании больше 10 лет и затем кризис жанра. Я обучилась в МГУ имени Ломоносова на психфаке, окончила годичные курсы по направлению кадровый менеджмент и стала HR. HR – это Human Resources, человеческие ресурсы. Начала заниматься управлением, начинала эту деятельность с рекрутинга и выросла до директора по персоналу. В виде, где бы я ни работала, участвовала в различных проектах и была несколько раз даже руководителем, менеджером проектов. Курсы, которые я веду сейчас, это курсы по управлению персоналом, с одной стороны, с другой стороны кадровые курсы, но и с третьей стороны это веду курс о том, как правильно развивать команду проекта, консультируясь, публикуюсь, выступить и найти в личном кабинете. И на экране сейчас тоже они. Перед вами красную выделила ОСветлышева, собакоспециалист.ру. Это моя корпоративная почта. Пожалуйста, по любому вопросу можете ко мне обращаться. Чем могу, помогу. На сайте специалист.ру, на главной странице есть у каждого преподавателя своя страничка. На моей странице вы можете посмотреть мои советы, мои статьи, записи предыдущих вебинаров. Пожалуйста, приходите, буду всегда рано. Ну и в социальных сетях я также зарегистрирую, в первую очередь для того, чтобы общаться с нашими слушателями. Поэтому буду рада, если вы будете со мной тоже общаться в социальных сетях. Ну и сейчас подведем небольшой итог. Я попросила поставить плюс или минус, если вы знакомы или не знакомы с метапрограммой, или знак вопроса, если пока не очень понимаете, как с этим работать. Так, значит, вот я просматриваю чат и вижу, что примерно 50 на 50 и знак вопроса есть, и даже, видимо, все-таки больше минусов. То есть у нас собралась программа контроля времени, спрашивает Евгений. Ну, знаете, наверное, я сейчас не буду отвечать, потому что сейчас сами сделайте вывод, скорее нет, скорее нет. Это более такой психологический подход метапрограммы. Ну и знаки вопроса тоже вижу. Несколько человек со знаком вопроса и все-таки большее количество поставили минус. Из чего я делаю вывод, что с метапрограммами не знакомы, поэтому я немного подробнее о них расскажу. Мне бы очень хотелось, чтобы наш семинар сегодняшний был практический, поэтому если у вас есть возможность сейчас проделать ту работу, те задания, которые я вам дам, сделать их. Если сейчас нет такой возможности, попрошу после окончания нашего семинара, посмотрев презентацию, которую я размещу, сделать эти задания уже самостоятельно и попробовать определить метапрограмму у себя. То есть тренируемся на себе, тренируемся на кошечках. Сначала тренируемся на себе, а потом в дальнейшем в работе. У нас есть, кстати, специальный клуб HR-клуб, и мы вас приглашаем в HR-клуб. Ссылки тоже есть в ВКонтакте, в Фейсбук. Сейчас мы еще и в Телеграм-канале размещаем свои посты и в ближайшее время хотим завоевать еще и Инстаграм. Поэтому, если интересно, присоединяйтесь, будем с вами общаться, обсуждать подобные вопросы об управлении персоналом, кадровое делопроизводство будет, трудовое законодательство. В общем, все эти темы заниматься. Сегодня мы обсудим такие вопросы, как почему квалифицированные сотрудники не всегда результативны на удаленке, как определить особенности разных типов сотрудников и как мотивировать сотрудников к эффективной работе на удаленке с учетом параметров метапрограмм. Бонусом, как я уже сказала, участникам семинара будут вопросы для определения параметров метапрограмм. Вместе с презентацией я размещу в личном кабинете, вы сможете скачать и пользоваться в жизни, в работе и так далее. Почему я говорю в жизни? Потому что метапрограммы, они, это особенности конкретного человека, это шаблоны, через которые человек воспринимает мир. И понятно, что если мы с людьми общаемся не только на работе, но и в жизни, то мы можем читать человека как книгу, зная его метапрограммы. Начнем со следующего вопроса. Почему квалифицированные сотрудники не всегда результативны на удаленке? Сейчас в связи с последними событиями очень многие работодатели перевели на удаленную работу даже тех работников, которые никогда раньше не работали удаленно. И столкнулись с трудностями. Оказалось, что не все работники могут хорошо работать на удаленке. Конечно, тут масса всяких факторов воздействует. Это начиная от внешних факторов. Например, у кого-то есть отдельный кабинет, он может закрыться и работать, а у кого-то нет. И вот он сидит в большой комнате, там дети, собаки, кошки и все прочее, и это отвлекает. Это также и внутренние факторы. Например, один человек обладает какими-то компетенциями, качествами, например, самоорганизация, управление временем, а другой не обладает. Но я бы хотела рассмотреть сегодня вот этот вопрос именно с точки зрения психологических особенностей каждого человека. То есть при равных остальных качествах и компетенциях и условиях одни все равно будут более эффективны, другие нет. Почему? И в этом нам помогут вот те самые метапрограммы, о которых мы будем сегодня говорить. Итак, как определить особенности разных типов сотрудников с точки зрения метапрограмм? Какими методами можно пользоваться? Поскольку речь идет о конкретных людях, значит, мы здесь будем пользоваться такими же методами, которые используют психологи. А психологи используют наблюдение, интервью, то есть задавание вопросов, анализ документов, если имеются какие-то, и анкетирование в письменной форме. Сегодня мы потренируемся с вами определять метапрограммы, используя подобные инструменты и методы. Если вам интересна эта тема и другие темы, мы приглашаем вас продолжить разговор об этом, в том числе на курсе управления командой проекта «Роль и компетенции руководителя проекта». По ссылке, размещенной здесь, вы можете подробно посмотреть программу подробную, расписание. Я вместе со своими коллегами тоже веду этот курс, и ближайшая очная группа у меня запланирована на 31 мая 2020 года. Занятия будут в течение двух дней проходить с 10 часов до 17 часов 10 минут в учебном комплексе «Белорусско-Савеловский». Кто у нас обучался, знает, что у нас все комплексы находятся практически в центре Москвы, недалеко от метро, поэтому я вас приглашаю. Вы можете очно присутствовать, либо подключиться вот так же по вебинару, и мы обсудим разные интересные вопросы. Этот курс поможет нам узнать о том, как решаются вопросы качественного подбора команды. Я поделюсь с вами различными методами, которые используют и рекрутеры, в том числе. Развитие каждого участника, мотивирование членов команды с учетом психологических особенностей каждого сотрудника. И вот эта тема «Мотивированные» особенно интересует посетителей нашего курса, слушателей этого курса. Я надеюсь, что вам тоже это интересно. Приходите, будем вместе разбираться. Ну а сейчас эти вопросы нашего семинара. Как мотивировать сотрудников к эффективной работе на удаленке с учетом параметров метапрограмм? Итак, все мы с вами разные. И одни воспринимают мир так, другие по-другому. И даже если мы говорим о восприятии, о цветовом восприятии, то мы понимаем, что все люди по-разному видят. Есть такие люди, которые называются дальтоники. И, к сожалению, они путают цвета. А может быть не к сожалению, потому что у них совершенно другой мир и другое восприятие. Так вот, то, как мы воспринимаем мир, это некий шаблон мышления, метапрограммы. И если мы будем знать, о чем думает, как видит мир конкретный человек, то мы можем предугадать, проанализировать его дальнейшее поведение. Мы сегодня рассмотрим с вами пять видов метапрограмм, которые помогут нам сделать вывод, проанализировать и сделать вывод, насколько успешный или неуспешный работник будет при удаленной работе. И если не очень успешен, то на что нужно обратить внимание по отношению к этому работнику. Сейчас мы рассмотрим эти метапрограммы, поработаем, попробуем научиться определять. А потом у нас будет два кейса. И на этих кейсах я уже покажу, как правильно делать выводы из метапрограмм. Сегодня мы рассмотрим с вами такие метапрограммы, как тип референции, процесс, результат, процедура возможности, роль в деловых отношениях, содержание окружения. И по порядку поработаем с каждой из этих метапрограмм. Начинаем с типа референции. Тип референции. Давайте, чтобы у нас было так вот все практически, да, я вам дам пару минут для того, чтобы вы ответили на такой вопрос. Желательно это сделать в письменной форме. Опять же, если сейчас вам это не очень удобно делать, то сделайте уже после нашего семинара, еще раз посмотрите или по нашим презентациям сделайте это. Я попрошу вас написать желательно несколько предложений, 3-4 предложения, отвечающие на вопрос следующий. Вы считаете свою карьеру успешной? Если да, пишем да, если нет, пишем нет. И дальше следующий вопрос, почему? И дальше развернуто отвечаем. Итак, вопрос. Вы считаете свою карьеру успешной? Да, нет. И почему? Пожалуйста, ваши предложения. Я тоже, с вашего позволения, сейчас напишу какие-то ответы. И на примере моих ответов мы разберем. А вы уже сопостоятельно сможете себя оценить. Пожалуйста, пару минут. Работаем. Итак, предположим, что ответ следующий. Ну, я сейчас прочитаю свой ответ. Да, я считаю свою карьеру успешной. Почему? Слушатели ставят мне высокие оценки, руководство меня поощряет премиями. Мне очень нравится то, что я делаю. Я люблю готовить новые курсы и общаться со слушателями. Вот как ответила я. Теперь давайте разбираться, что же вообще здесь произошло и какой здесь тип референции. Что такое тип референции? Это соотношение собственного и чужого мнения при принятии решений и самооценки человека. Когда мы принимаем какое-то решение, мы полагаемся на окружающих, на мнение окружающих и на какие-то внешние обстоятельства. Ну и также мы, у нас есть какие-то внутренние потребности. Вот я увидела ваших ответов, мне нравится, да, я люблю. Вот я понимаю, что я движусь в правильном направлении. Так вот, большинство из нас с вами находится посередине. Такой средний показатель типа референции. Но у некоторых он явно тяготеет к внутреннему, то есть я основываясь на своем мнении, либо к внешнему. Так вот, в моем случае, может быть, вы уже посчитали, кто работал с метапрограммами, у меня получается средний показатель. Я сказала, что я рассчитываю, показала внешнюю референцию, например, что слушатели ставят мне высокие оценки, да, то есть я прислушиваюсь к мнению слушателей, или руководство меня поощряет премиями, да. Это тоже внешний тип референции. Вот два балла сюда. И также я сказала, что мне нравится то, что я делаю, это внутренняя референция, мне нравится, и я люблю готовить новые курсы и так далее, это тоже мне нужна внутренняя референция. Получается два балла и два балла. Некий средний показатель. Вы можете оценить свой тип референции, пожалуйста, можете оценить. И определить. Идем дальше. Следующий. Следующая метапрограмма – это роль в деловых отношениях. Ну, здесь все достаточно просто. Как можно определить, да? Можно попросить человека рассказать о каком-нибудь интересном проекте, в котором вы принимали участие. И дальше мы внимательно слушаем. Вы, кстати, тоже можете себе пометить, что надо рассказать о каком-то проекте, где вы принимали участие. И, допустим, вот я вам сейчас расскажу о том проекте, в котором я принимала участие. А вас попрошу посчитать, сколько раз я употребляла местоимение «мы» и сколько раз я употребляла местоимение «я» в любых формах. «Мне», «мной» и так далее, или «мы», «нами», «для нас» и так далее. Попробуйте это определить на слух. Ну, если не получится, я вам помогу. Итак, миссия нашего центра предполагает, что чем больше людей мы обучаем, тем ближе приближаемся к своей цели. Мы решили развиваться в нескольких филиалах. Мы решили развиваться в регионы. И даже открыли, мы открыли несколько филиалов в городах-миллионниках. Было принято решение ввести новые технологии в обучение. Это называется вебинар. Я приняла участие в качестве преподавателя. Я пробировала новую программу на своих курсах. И программа называется «Go to Meeting». Вот сейчас мы, кстати, именно по ней подключались. И сейчас мы пользуемся и этой программой, и другими программами. Я считаю, что эксперимент удался. Итак, пожалуйста, посчитали ангии. Давайте определим, что есть сейчас 3,5. Роль в деловых отношениях – это позиционирование себя в деловых отношениях. Ну, также у многих средний показатель, но кто-то ближе к одиночке, кто-то командному игроку. Если человек постоянно говорит «я, я, я», то ближе к одиночке. Если командный игрок, то мы, мы. Вот видите, мы считали, и у всех по-разному получилось. 4, 6, 6, вижу, да. И 7, 3. Так, но больше мы. Да, вот 3, 5. Совершенно верно, согласна с вами. То есть я тоже продемонстрировала сейчас средний показатель, но ближе к командному игроку. К командному игроку. Спасибо за помощь. Друзья, коллеги, 3, 5, Андрей. Тогда мы получим следующую программу. Процесс-результат. Когда мы определяем процесс-результат, то мы считаем глагол совершенного и несовершенного вида. Глаголы «что делать», отвечающие на вопрос «что делать», показывают нам с вами, что человек мыслит процессуально, что делает, что будет делать и так далее. А глаголы, отвечающие на вопрос «что сделать», «что сделал», «что будет сделано» мыслить результативными категориями. И вот сейчас я вам точно так же расскажу, отвечу на вопрос, например, на такой. Что больше всего нравится в работе, в вашей работе? Что больше всего вас привлекает в работе? Вот такой вопрос я вам сейчас расскажу. А вы считаете глаголы, да? Что делать и что сделать? Больше всего в моей работе привлекает возможность общаться со слушателями, разрабатывать новые курсы, помогать слушателям. Можно помочь в решении каких-то интересных кейсов, помочь коллегам достичь их целей. И очень нравится решать ситуации сложные и отвечать на вопросы слушателей. Самое главное сделать так, чтобы наши слушатели, используя знания, обогатили свою жизнь, работу и достигли тех целей, которые перед собой ставятся. Я считаю, что наши слушатели могут рассчитывать на нас и положиться на нас. Вот если вы успели посчитать, напишите, пожалуйста, хотя бы примерно, сколько глаголов, отвечающих на вопрос, что делать, и сколько глаголов, отвечающих на вопрос, что сделать. Кто посчитал? Давайте посмотрим, что у нас. Так, делать 5, делать результат, процесс 7, 5, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 5, 7, 4, 6, 6. Ну, да, спасибо большое. Примерно одинаково у вас получится. Что делать? 10, что сделать? 3. Ну, это, да, большой разброс. На самом деле, этот результат, этот цель является сам процесс выполнения работы или получения результата. Также средний показатель, я показала средний показатель, плюс-минус процесс и результат. Вот я здесь посчитала, у меня получилось примерно одинаковое количество, ну, где-то 6, 7, вот так. Поэтому это средний показатель, что делать, что сделать. Идем дальше. Следующая метапрограмма – это процедура возможностей. Процедура возможностей. Здесь мы ответим на вопрос. Хотели бы вы работать в проекте на стартап? Кто-то пишет «да», кто-то пишет «нет». И дальше самый главный вопрос. А почему вы хотели бы или не хотели работать на стартапе? Вот сейчас я вам тоже расскажу свой вариант. А вы попробуйте посчитать критерии, да, процессуальности или возможности. Что это такое? Действие в рамках правил инструкции или поиск нестандартных решений, желание какого-то креативного подхода. Итак, считаем. Попробуем, да? Попробуем. Вопрос. Хотели бы вы работать в проекте на стартап? Да? Ну, или нет? И почему? Да, отвечаю я. Хотела бы начать с самого начала и выстроить бизнес так, как считаю нужным. Здесь есть возможность идти своим путем, не ограничиваясь различными должностными инструкциями и опираясь на прошлый опыт. Также можно менять направление и быть очень гибкими. Пожалуйста. Кто что насчитал? Кто считает, что в данном случае больше процедур, а кто считает, что больше возможностей? 1, 3, возможности больше. 3, 3. Больше возможностей. Больше возможностей. Да, спасибо большое. Я, честно говоря, процедуру даже и здесь не заметила. Если вы заметили процедуру, 0,4. Да, напишите. На мой взгляд, здесь продемонстрированы, да, 3,5. Здесь продемонстрированы, конечно же, возможности. Это даже не средний показатель, а возможности. Смотрите, вот здесь процедур действительно нет. Да, говорю я, я хотела бы начать с самого начала. Что такое с самого начала? Это значит на пустом месте, с нуля. А с нуля это операция. А, все, все, все. Спасибо, Андрей. Да, операция на предыдущий опыт, да, согласна с вами. Это действительно процедуры. Итак, я говорю о том, что с нуля хотела бы начать. Ну, это, конечно же, возможности, да. Вот, операция на опыт, да, согласна. Что есть возможность идти своим путем. Это тоже возможности. Вот, что в меняющихся, ну, гибко подходить. Это тоже возможности. Вот, менять направление и так далее. Это тоже возможности. Что есть больше в данном случае возможностей. Ну, вот, ведь Андрей правильно заметил, что есть и предыдущий опыт. Это процедура. И еще одна метапрограмма, она называется «Содержание окружения». Это достаточно простая метапрограмма, ее можно. Светлана, спасибо за вопрос. Если, так, сейчас, если склоняюсь к процедурам, но сама их создаю. Ну, все замечательно. Надо посмотреть, как вы, опять же, смотрите, надо смотреть не столько по действиям, сколько по тому, как вы говорите. Потому что одна и та же ситуация может быть представлена по-разному, разными людьми. Кто-то создает эти процедуры и считает, что он пользуется возможностями, да, ну, то есть сам сел и написал должностную инструкцию. Это возможности. А кто-то использует прошлый опыт, либо свой, берет уже какой-то шаблон, либо в интернете находит. Это, наверное, уже не возможности, это скорее процедура. То есть опирается на какой-то уже готовый материал. И «Содержание окружения». Например, такой вопрос. Что в вашей работе вам нравится больше всего? И здесь мы отвечаем. Например, я говорю о том, что мне очень нравится общение с нашими слушателями, мне нравится отвечать на их вопросы, дискутировать с ними, переписываться с ними, решать их кейсы и так далее. Вот «Содержание окружения» – это предпочтение взаимодействия с цифрами, документами, техникой или общение с людьми. Как вы думаете, в данном случае я что больше продемонстрировала? «Содержание» или «Окружение»? «Окружение» – это общение с людьми, а «Содержание» – это взаимодействие с цифрами, документами. «Окружение» считает Антон. «Окружение» Елена считает. Да, совершенно верно. В данном случае я продемонстрировала окружение. Здесь у нас прям все четко. Тоже есть некий средний показатель. Спасибо всем за ответы. И опять же, либо вправо, либо влево. Вот сейчас на примерах мы с вами посмотрели, как можно определить эти метапрограммы. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Предположим, мы определили метапрограммы. Понятно, что сначала, когда вы начинаете это делать, будут трудности какие-то, вопросы и все прочее. Но это все нарабатывается опытом. Кому интересно, приходите, мы с вами все это отработаем на наших курсах. Теперь вопрос, как это все применить, тем более к удаленной работе. Вот мы что-то о человеке такое интересное узнали. Мы сейчас на двух кейсах посмотрим, как это работает. Кейс первый. Программист 1С. Когда я сегодня отвечал на вопросы, вам, наверное, на слуху было трудно воспринимать. Поэтому сейчас попробуем посмотреть на экран. Я выведу этот кейс. И уже исходя из того, что вы видите, вы можете просчитать метапрограммы. Я их тоже посчитала. Я их разместила на следующем слайде. Покажу вам свой результат. Сделаю выводы. А потом, когда вы скачаете презентацию, сможете уже самостоятельно еще раз тоже просчитать. Либо согласиться со мной, либо не согласиться. И если будете не согласны, напишите мне обязательно. Мы вместе с вами еще раз этот кейс пройдем. Итак, кейс первый. Программист 1С рассказывает. С детства я увлекался компьютерами. Помню, как родители постоянно ругали меня за то, что я вместо выполнения домашних заданий сижу за компьютером. В школе мне очень нравилась информатика. Но после окончания школы мне пришлось пойти по стопам отца. Он у меня повар. И работать в ресторане официантом. Работа мне казалась бестолковой, стрессовой. Гости были вечно недовольны. И менеджер ресторана считал, что во всем виноваты официанты. Одна моя друг показала объявление о компьютерных курсах. Мы вместе отучились на них. После окончания мне удалось устроиться программистом. Мне очень нравится эта работа, поскольку есть возможность креативно подходить к выполнению технических заданий. Я доволен, что мне не приходится делать изо дня в день одно и то же. Мои успехи замечает наш IT-директор и поощряет мои идеи. К тому же я могу два раза в неделю работать удаленно. Ну вот давайте попробуем. Теперь опираясь на уже текст, определить метапрограммы. Считать сейчас можно не считать, просто по ощущениям. Давайте прикинем, а потом я вам цифры покажу. Уже дома, когда будет больше времени, самостоятельно посчитайте. Как вы считаете? Здесь больше... О, Наталья уже написала. Здесь больше Наталья считает, что внешний тип референции. Спасибо. Что думают другие? Внутренний, внутренняя референция. Так, понятно. Ну, на самом деле, давайте еще раз внимательно посмотрим. Он везде говорит о том, что кто-то его сподвинул. Например, родители ругали. После окончания хотел пойти, ну, заниматься информатикой, но пришлось пойти по стопам отца. Здесь же он обращает внимание на гостей, на менеджеры ресторана. Даже когда он пошел обучаться, и то пошел потому, что его друг показал объявление о компьютерных курсах. И сейчас, когда он работает, тоже ссылается на то, что IT-директор замечает его успехи. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, это все-таки внешний тип референции. То есть он прислушивается к тому, что говорят другие, что они делают и так далее. Здесь больше внутреннего типа референции. Далее, роль в деловых отношениях. Кто он? Командный групп или одиночка? Наталья считает, что он одиночка. Что другие думают? Одиночка. Спасибо, Елена. Одиночка, одиночка. Да, ну, здесь, да, спасибо. Согласна с вами. Тут, наверное, даже и спорить не о чем. Ну, одиночка, понятно. Никакой он не командный групп, он одиночка. Далее, процесс-результат. Как вы считаете, процесс или результат у него? Наталья считает, что у него результат. Коллеги, что вы думаете? Результат – это глаголы. Помните, что делал, что сделал. Например, с детства я что делал? Увлекался. Что я делаю? Я помню. Родители что делали? Ругали. Помните, да? Так. Это все пока процессуальные глаголы, отвечающие на вопрос, что делать. Здесь есть немного глаголов и результативных, но их не так много. Например, я что делаю? Я доволен, что мне что сделается, да? Не приходится. Что делать? Делать. Одно и то же. Что делать? Замечает. Так. Да, больше процесс, согласна. Больше здесь процессом. И содержание окружения. А, извините, процедура возможности. Да, процедура возможности. А вот я вижу здесь прокреатив. Наталья тоже, по-моему, написала что-то про креатив. Давайте сейчас я верну. Возможности, да, возможности. Хорошо. То есть в данном случае человек возможностей. Да, согласна. То есть его нельзя загонять в рамки. Его это мешает. Согласна. Возможности. И содержание окружения. Наталья написала техника, то есть содержание. Что думают остальные? Что ему больше нравится с людьми? Больше общаться. Или заниматься компьютерными программами, цифрами и так далее. Содержание, содержание. Ну, да, здесь тоже изногласно. Здесь явное содержание. Итак. Что мы с вами имеем? Очень хорошие кандидаты, которые тщательно готовятся к интервью, заранее знают, какие ответы для этого проекта будут нужны. Мне давать социальные желательные ответы, что думать по этому поводу. По этому поводу я думаю, что ни один кандидат, даже очень опытный, даже я не смогу подстроиться и полностью выдержать все интервью так, как я хочу. Потому что мы с вами какое-то время можем себя контролировать. Допустим, расскажите, пожалуйста, о себе. Мы дома написали вот этот текст и выучили наизусть и рассказали. А дальше-то идут вопросы. И на эти вопросы, особенно неожиданный вопрос, нам надо отвечать. А когда мы отвечаем, мы задумываемся над тем, что сказать, но не как сказать. Вот чем хорошим эта программа, что они работают на подсознании. Ведь мы здесь считаем не то, что сказал, особенно один из них, да. Не то, что он сказал, а как он сказал, какими глаголами. Допустим, он говорит, ой, я такой результативный, я только на результаты работаю. Но на самом деле мы же видим по глаголам, что никакой это не результат. Или он говорит, ой, я командный игрок, я хочу работать в вашей команде. Мы его послушали и видим, что никакой не командный игрок, а совершенно даже и одиночка. И это нехорошо, и это неплохо. Татьяна пишет, смысла нет давать социально ответы, работа ведь должна нравиться. Да, это классно с вами. Я просто хотела, чем хорошим эта программа, чтобы от них подстроиться практически невозможно. Даже люди, которые знают это, очень сложно постоянно быть в напряжении и подстраиваться, и думать, в какой форме сказать глагол, какой назвать, или какое местоимение, или как это выразить. Поэтому здесь очень хорошо работает. Но давайте подведем итог. Итак, вот я на экран вывела то, что посчитала я. У меня получилось следующее. Больше внешний. Вот внешний. Роль в деловых отношениях, конечно, одиночка. В процессе результатов процесс, процедура возможности, возможности, содержание окружения ближе к содержанию. Теперь делаем вывод. Попробуйте сделать вывод, как этот человек будет работать из дома. Какие есть риски для руководителя, и на что руководитель должен обратить внимание, если вот этот молодой человек, программист 1С, будет работать удаленно, вот исходя из этих мета-программ? Ему будет комфортно. Пишет Елена. А будет он результативен, как вы думаете? Или если так, если будет, то в каком случае? Вот что его может в удаленной работе дестабилизировать, что ли? Ну вот давайте я прочитаю ваши ответы. Так, ему будет комфортно, мало контроля, так как нужна внешняя мотивация, остальное ок, отлично, Наталья, молодец, заметила. Тип референции у него внешний, значит, ему нужно и контроль внешний, и похвала, да? То есть, хорошо я делал или плохо? То есть, периодически надо его как-то хвалить или давать обратную связь обязательно. Дальше. Он одиночка, необходимо внешнее подкрепление. Хорошо. Так, нужен постоянный контроль, нужны четкие критерии результативности, постоянный, абсолютно верно, Светлана. Смотрите, у него возможности, то есть он может улететь в эти возможности и быть не результативным, потому что, а давайте я так сделала, давайте вот так. И здесь действительно нужны критерии, может быть ключевые показатели эффективности для контроля и для того, чтобы он работал все-таки в рамках каких-то определенных. Так, Надежда пишет, там периодически давать оценку его деятельности. Да, спасибо, согласна. Алексей пишет, что нужно постоянно мотивации, контроля и результата. Да, мотивации и контроля и результата. Мини-рестатин, так как ему нужен внешний отзыв. Да, если мы ему обеспечим этот внешний отзыв периодически, допустим, два раза в день мы с ним общаемся, спрашивая, как дела, как что и даем обратную связь, ему этого будет достаточно. Так, почтение от руководства, да, ему это очень важно. Ему нужна обратная связь от руководителя, контроль и результата, внешняя оценка нужна, давать точное задание, согласно, конкретные задачи, он будет заниматься своими делами, теми, которые ему интересны, правильно, Татьяна? Поэтому его надо в рамке, да, то есть ему нужен контроль. Внешняя оценка может быть сделана удаленно, он согласна. Ну и дальше конкретные задачи, проверки промежуточные результаты, и он будет не очень хорош, если нужно самому искать варианты решений и принимать их. Вы знаете, я думаю, что он будет хорош, потому что у него возможности, но вот эти вот, Светлана правильно написала, варианты решений и принимать их, вот если он уйдет, тогда мы его просто потеряем, он потеряет своей дорогой и неизвестно, чего достигнет. Все будет зависеть от мастерства руководителя. Верно ли, Елена? Согласна? Значит, какой вывод делаем? Ему будет комфортно работать вместе с тем, ему требуется одобрение, потому что внешний тип референции, вот, и контроль. Потому что иначе он не очень результативен, то есть он работает у нас не на результат, а на процессе, ему нравится то, чем он занимается. И еще не очень учитывает процедуры, склоняется к возможностям. Остальном все хорошо, вот, содержание окружения, все прекрасно. Спасибо за комментарий. Теперь посмотрим еще один кейс. Еще один кейс. После окончания университета я работала в нескольких компаниях, на должности оператор, секретаря, помощника руководителя. Работа мне нравилась, но хотелось быть более самостоятельной в принятии решений, а не только выполнять указания руководства. Окончив курс о повышении квалификации по кадровому менеджменту, я нашла работу специалистом по кадрам в одной крупной компании. Я проработала там около года и поняла, что работа только за документами утомляет и раздражает меня. Мне не хватало общения с людьми. Начальник отдела кадров часто делала мне замечания по оформлению приказов, но мне казалось, что на такие мелочи не стоит обращать внимания. В результате я решила перейти в отдел подбора персонала и с первого же дня поняла, что это именно то, что мне доставляет удовольствие, удовлетворение. Эта деятельность также связана и с документальной работой, резюме, анкеты, бланки и прочее. Но в этом есть доля креативности. Также мне очень нравится то, что можно видеть результат своего труда, когда из новых сотрудников, которые еще вчера не были знакомы друг с другом, формируется команда единомышленников. Работа рекрутера представляется мне очень интересной. Я применяю в работе различные методы и подходы, что позволяет достичь отличного результата. Итак, давайте попробуем определить. Тип преференции куда ближе, к внешнему или к внутреннему? Пожалуйста. Тут чистый, да, я. В данном случае опирается на свое мнение. Да, среднее. Я что-то не вижу, чтобы она прислушалась к чьему-то мнению. Я вижу, что здесь она прямо вот упирается на свое мнение. Вот это мне нравится, это мне не нравится, это я хочу, это не хочу, я решила и так далее. Да, ближе к внутренним, согласна. Роль в деловых отношениях. Командный игрок или одиночка? Здесь мы местоимение смотрим, да. Итак, роль в деловых отношениях, командный игрок или одиночка? Одиночка, одиночка, одиночка. Да, это ярко выраженная одиночка, согласна. Мы даже, по-моему, ни разу здесь и не прозвучало. Прямо так вот я, я, мной и так далее. Процесс-результат. Куда она ближе, к процессу или к результату? Напоминаю, что здесь мы считаем глаголы. Вот Алексей считает, что это процесс, результат, результат, процесс, результат. Эти мне не разошлись. А все знаете почему? Потому что не посчитали глаголы. Так вот на слух, ну, вроде бы и то, и другое, такой смешанный. Если мы будем считать глаголы, что делать, что сделать, то здесь явный будет процесс. Она мыслит процессуально. У нее глагол отвечать на вопрос, что делать, что делать. Да, здесь вот явный процесс. А процедуры возможностей, к чему ближе? К процедурам в рамках работы или на возможности? Пожалуйста. Процедура возможности, возможности, возможности. Да, да, совершенно верно. Здесь прям четко возможности. Да. Не хочет она работать по определенным правилам каким-то, ее это раздражает, и хочется вот что-то сделать такое свое. Так, и содержание окружения. Надеюсь, что здесь тоже единый ответ будет. Содержание окружения. К чему ближе? К цифрам, к буквам, к документам или все-таки к людям? Окружение. Да, окружение, окружение. Да, вот везде, где она рассказывает, она говорит о людях. Ей больше нравится окружение. Все, молодцы, хорошо. Определили. Давайте посмотрим, что я посчитала. Я вот так посчитала. Опять же, самостоятельно потом же посчитайте. И вот что у нас получилось. Теперь давайте сделаем вывод. Какие риски, если этот работник, рекрутер, будет работать удаленно? Ну, работа ему позволяет, он может работать удаленно. Вопрос, какие риски и что делать с руководителя? На что нужно обратить внимание? Пожалуйста, ваши советы. В каком случае этот работник будет эффективен на удаленной дистанционной работе? На что надо обратить внимание? Регулярное общение требуется. Верно, Татьяна. Вы правильно заметили? Вот тут проблема по сравнению с предыдущим кейсом будет заключаться в том, что требуется общение, а этого общения может быть мало. Но давайте вспомним, чем она занимается. Она занимается подбором персонала, поэтому в данном случае, возможно, ей будет достаточно общения с кандидатами. То есть через это она будет реализовываться. Дальше. Поддерживать контакт надо, требовать результат. Совершенно верно. Она тоже настроена на процесс, так же, как и предыдущий наш кейс был. И здесь там требуется результат. Согласна. Надо ставить цель, но дать полную свободу в действиях. Иначе закиснет, не поручать работу с документами. Обратная связь должна быть. Да, вот здесь я полностью согласна, потому что если мы будем давать ей то, что ей не нравится, работать с документами, например, много отчетов или еще что-то заполнить, банков каких-то, то, ну, может быть, она и будет это делать, но такой мотивации особо нет. Не будет, да? Дальше. Ставить задачи, сроки. Согласна. Постоянный контакт с руководителем и коллегами. Ну, да, согласна, что нужен контакт. Вместе с тем еще раз напоминаю, что эта деятельность не предполагает, вернее, предполагает достаточно общения с кандидатами. Может быть, и этого достаточно будет. Просто надо посмотреть. Дальше. Поставить задачу и дать возможность общаться с сотрудниками. Согласна. Четкие критерии результата должны быть. Для нее, да, это важно. Результат нужен. Недостаточно результата. Согласна. Ставить интересную задачу и требовать результат. Ей будет не хватать живого общения, но виртуальный тоже может успешно. Да, виртуальный может заменить. Да, согласна. Может представить результат, но далекий от ожидания руководства. Верно, Динара. Если мы не будем ее контролировать, то в этом случае эти возможности тоже ее куда-то там унесут. Важно показывать результат ее процесса. Да, хорошо. И не подходит для удаленной работы, считает Ник. Неожиданно. Неожиданные комментарии. В том и дело не подходит для удаленной работы. Вы знаете, коллеги, у нас ведь какая задача? Хотим мы этого или нет, но вот сейчас, допустим, создалась такая ситуация, что мы все на удаленке. Все, чья работа может содержать функционал удаленной работы, мы все на удаленке. Рекрутер может удаленно работать? Может. Там программист может? Может. Преподаватель может? Может. Строитель может? Нет, не может. Все. Точка. Значит, строитель мы не рассматриваем. Всех остальных мы можем привести на удаленку. Но у нас возникают риски. И вот эти риски через метапрограмму мы пытаемся выяснить. То есть, какие могут быть риски и как с ними работать. И мы сейчас с вами выявили эти риски. Татьяна пишет, что я бы поспорила с этим. Пожалуйста, давайте поспорим. Пишите, с чем будем спорить. И Евгений пишет, что у нас приостановлен рекрутинг. Да, у некоторых приостановлен, но я знаю, что в некоторых организациях наши слушатели пишут, что они до сих пор проводят собеседование. Причем они проводят собеседование вот так онлайн. И у них, в общем, все получается. Все, коллеги, если у вас есть еще какие-то впечатления, какие-то комментарии, пишите. Я продолжу, мы будем уже заканчивать, потому что наше время выходит. Риски с контролем и приоритетами. Да, согласна. Спасибо за ваши комментарии. Вот пишут, что рекрутинг не остановлен. Вчера по скайпу было собеседование, ведь поэтому жизнь продолжается. Ура! Ну и что, еще раз приглашаем вас на курс управления командой проекта. Напоминаю, что ближайшая группа у нас в конце мая. Надеюсь, что к тому времени уже карантин снимут, и мы сможем лично с вами пообщаться. Да. Спасибо. Документы после этого курса. Да, коллеги, спасибо. Заполните, пожалуйста, анкету обратной связи. Нам очень важно. Документы – это удостоверение повышения квалификации и диплом в профессиональной преподготовке. Это у нас путеводитель по курсам. Здесь треть человечка в шляпках. Это диплом. Документы, дипломы, программы, но остальные не всегда результативные на удаленке. Как определить особенности разных типов? Как мотивировать сотрудников к эффективной работе на удаленке с учетом параметров метапрограмм? Бонус я размещу сейчас в вашем личном кабинете – это вопросы. И дома попробуйте все это проработать на себе. Пока свежи вот эти воспоминания, эти эмоции, вот вы пишете обратную связь, мне очень приятно читать, что вы пишете. Спасибо большое. Попробуйте закрепить на себе. Ну и кроме того, ваши знакомые, близкие тоже наверняка дома, и вы на них тоже потренироваться. Я рекомендую для начинающих выбрать какую-то одну метапрограмму, которая легче вам дается. И вы можете, да, для руководителя это важно, согласна Елена. И вы можете потренироваться, отработать сначала одну метапрограмму, потом другую. Или взять какой-нибудь текст, по тексту пройтись там и попробовать определить метапрограмму. Вопросы, я готова на них ответить. Отправляйте свои вопросы и комментарии по адресу осветлышевособакоспециалист.ру И всегда раз спасибо. Всем до встречи. Спасибо. Самое главное, чтобы вы все это...